Добро пожаловать! Это Angry Professor и игра SOMA. И многие из вас меня спросят, какого чёрта? И да, действительно, какого чёрта? Ведь это должен был быть стрим. Но, учитывая, что эта игра очень атмосферная и пугающая, она, я так понимаю, здесь не будет скримоты и каких-то там жутких монстров, здесь именно вся суть в атмосфере. Стоит ли по ней делать стрим, я не знаю. Давайте попробуем сейчас записать первую серию, я думаю, она будет длиться где-то полчаса. И вы скажете, если эта игра для вас, вы хотите её видеть на стриме, обязательно пишите об этом в комментариях, мы выберем день и проведём стрим. Если же нет, то тогда я запишу просто прохождение вот в таком режиме, где-то по полчаса, по 40 минут серии. Режим игры. Здесь есть обычный режим. И, насколько я поняла, совсем недавно добавили безопасный режим. Я так понимаю, его раньше не было. Почитав про эти оба режима, я выяснила, что безопасный режим, он вроде как... Чудовища тебя не могут напугать, но не могут убить, зато они могут к тебе подойти, их можно рассмотреть, и что это добавляет атмосферы, ещё больше жути и ужаса в эту игру. Давайте попробуем запустить в безопасном режиме. Если нам покажется это неинтересно, мы поменяем на обычный режим. Ну что же, начинаем игру. Да, я запускала игру, поэтому смотрела, как она у меня идёт, поэтому мне предлагают заново начать игру. Я ничего не прошла, я понятия не имею, о чём игра. Не смотрела ни обзоров, ни летсплеев, ничего о ней не знаю. Вот так. Реальность это то, что не исчезает, когда мы перестаём об этом думать. Тикают часы. Всё пока темно. Сама, всё в порядке, у тебя, кажется, кровь идёт. Ничего страшного, просто в мозгу всё время кровь идёт после аварии. Ничего страшного. Вот, возьми. Нет, это мне пригодится потом для сканирования. Она зелёная. И что? Мне нужно тебе кое-что рассказать. Саймон, только не делай этого. Нет, я совсем про другое. Так, мы видим какую-то заставку. Кто такой Девять Мунши? Почему мне никогда не хватает времени? А мне почему никогда не хватает времени? Так, наш герой попал в аварию. Или не попал. Ему приснился кошмар. Его будет страшный телефон. Я всегда вот в таких ситуациях очень сильно ругаюсь. Нецензурными выражениями. Когда мне кто-то будет. Неизвестный номер. Наверняка это какой-нибудь салон красоты или банк. Нет, это Девять Мунши. У вас всё в порядке? Да-да, сон плохой приснился. Сегодняшняя встреча с Силе? Я поэтому и звоню. Хотел вам напомнить, чтобы вы выпили маркер. Так снимки получатся гораздо лучше. Не волнуйтесь, она у меня где-то рядом. Тогда встреча через пару часов. Так, значит, мы идём на какую-то встречу. Какая комната у нашего героя. Двигаться. Двигаться. Что-то можно открыть. Можно взять. Ой. Ой, выкинули случайно расчёску. Что ещё исчезла? Нельзя ничего посмотреть, почитать, нет? Что и такое? Прикольно, можно раскидывать предмет. У неё, в принципе, и так здесь не очень убрано. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Чтобы бросить предмет, нажмите право. Где это радиоактивный маркер? Я понятия не имею, где у тебя тут чё. Шмотки. Саймон, привет, это Джейси. Так, чё тут? О, фотка. Давай, пока скучаю. Сообщения закончились. У него память, как о аквариуме на римке. Я ведь ему даже письмо отправил. Ой, по-моему, что-то мне подсказит, что это у тебя память, как у рыбки. Я ведь что-то ещё не отправил. Ну, смотрим, какие дамы же смотрели это. Что это такое за инстаграммные фотки с едой? Почта, почта. Дэвид Мунши. Сеанс на нейрогеографию. Спасибо вам ещё раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории Росеф Торонто. Но поскольку мы не можем влиять на расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш, ваш Дэвид Мунши. Так, что-то новый рецепт. А это доктор Эрин Пик. Я рада слышать, что головная боль мучает вас реже. Последние анализы показывают, что ваш мозг постепенно восстанавливается. Но по-прежнему трудно сказать наверняка, когда он справится с травмой полностью. Кровотечения будут продолжаться как минимум ещё несколько ближайших месяцев. И вам нужно будет периодически являться в больницу на осушение полости, чтобы не создавать избыточное внутричерепное давление. Поскольку продолжительный стресс может привести к смерти, я выписала вам паразазин, чтобы проще было справиться с кошмарами. Но, судя по всему, наш герой это не принимает лекарства и не слушается доктора. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению и следуйте ей. Постарайтесь как можно больше отдыхать. До встречи на следующей неделе. Ещё один какой-то доктор. Столько докторов. Выходной на работу. Привет, Джесси. Поскольку ты, наверное, уже забыла, я напоминаю, что завтра иду к доктору, то есть меня на работе не будет. Да, забыл, он это отправится и по всему. Это значит, тебе надо будет прибыть пораньше, чтобы открыть магазин. Распакуй, пожалуйста, коробки за прилавком, которые о них... Хватит они спотыкаться. Вообще, знаешь, книги продаются гораздо лучше, если их поставить на полки, где люди их видят. Удачи, она тебе понадобится. Отправите письмо. Отправь ты своей коллеге. Она не хочет... Лучше поздно, чем никогда. Ну, не знаю, вряд ли она... А правда, с чего у тебя такая темень-то тут? Фотка. Ещё фотка. Ничего не видно. Но зато можно посмотреть. Книги, комиксы. Ну, я думаю, что он как раз... Ой. О, свет. Свет. Блокнот. Какие-то каракули. А чё ты ничего не берёшь-то? Я неправильно что-то делала, чтобы прочитать текст. Поправляйся, мама. Мама. Пишет, беспокоится. Вчера на перекрёстке Блур-стрит и Спадина-Роуд водитель внедорожника проехал на красный свет и врезалась в другую машину. Как выяснилось, позже её отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое отделались ушибами. Второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира, и 23-летний Эшли Холл получила травмы, несовместимую с жизнью. Она захлебнулась кровью в лёгких, и ещё до прибытия скорой помощи. Водитель, друг погибший, 26-летний Саймон Джаррет, выжил, но получил сильные увечья и предположительно необратимые повреждения мозга. Это, наверное, про нашего главного героя. Водитель недорожника, чьё имя не раскрывается полиция, уверяет, что случившийся несчастный случай и избежать аварии было нельзя. Ну да, я думаю, что это про нас, про нашего мужичка. А подвигает это всё нельзя? Эй! Чё такое? Ну ладно, закрывай. Что у тебя здесь за бардак? Мир кино, главный журнал, летние блокбастеры, японская машина, пик славы, трюки против компьютерной графики, что такое бутылочное кино. Открыть, посмотреть нельзя, суть по всему. Понятно, понятно. Так, и последнее здесь что-то тоже лежит. Ничего особенного нет. Так, вот можно включить свет. Открывай дверь. Чё такое-то? Ой. Эх. Как-то темно у него здесь везде. А, ну и можно включить тоже здесь свет. Правильно. Так, ну чего там? Твоё лекарство здесь, наверняка, в аптечке. Хотя, не знаю, никогда не видела аптечку в ванной. Давай в туалет, в унитаз, правильно. Ну чё, надо помыться. Ой. Ладно. Пошли принимать душ. Мы же не пойдём вонючие к доктору. Не буду оставлять доктора ждать. Кому-то ты вонючий пойдёшь на исследование. Не позорь меня. Бери портки, что ли. Ничего нельзя. Ничего нельзя. Телек. А телевизор у меня теперь голова болит ещё сильнее. Спасибо, мозг. Нет диска. Ну так давай поставим диск какой-нибудь. В чём дело-то? Мощная отдача. Можно почитать. Джон Хью. Коррумпированный полицейский, работающий в Гонконге. Однажды его жизнь круто меняется. Он встречает с вами бертонистовую иностранку, которая держит плену триады золотого дракона. Приготовьтесь к запрещенным приёмам, ведь героям предстоит сразиться с триадой, полицей и даже сверхъестественными силами откуда-то из-под земли. Приготовьтесь к мощной отдаче. Давай сыграем-то, господи, игра в игре у нас будет, нет? Ничего он не хочет. Всё у него тут валяется. Можно стул, стул пододвинуть. Ужас какой. Ужас. У него везде эти стикеры. Ой, нет, тебе открой, открой. Пусть будет, хотя у нас нет дома, может кто-то будет подглядывать, закрой. Хотя у тебя дом такой нищебродский, кому он нужен? Это здесь свет. Тысяча лампочек. Ключи. Это ж такое. Так, это письмонуток, надо, наверное, его прочитать. Эй. Сейчас мне опять наушники съедят. Прежде чем отправиться к доктору, лучше надо выпить маркер. Так. Отправить напоминание Джесси, забрать лекарства, цветы и далее похорон. Какие цветы. Эй. Что у тебя тут за мусор, а? Все, мы же скидали, ну ладно. Холодильник. Тут только пасту, надо что-то купить на обратной дороге получше. Ну не знаю, там какая-то курица вон с макаронами или что это такое, или просто капуста. Ну ладно, закрывай. Ой, а посуду-то с кухни мы-то их. Ты что тут, месяц? Причем откуда посуда, если он питается только посудом? Вот она. Ага, что-то светится, и нам надо это использовать. Похоже на молоко, на вкус как монету лизать. Как-то. Как так-то. Чуть такое. В общем, надо как-то взаимодействовать со всеми предметами и при этом фильтровать. То есть все, все, я так понимаю, мы все сделали, можем ходить. Вот и все. Вышли мы из квартиры. Метро везде, газеты раскиданы. Какая-то бомжара. Неприятный. Давайте сядем от него. Что, мест других не было, что ли? Когда нам выходить-то? Телефон. Джесси Гримуар. Нет, 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 не отвечаю. Не знаю, кто это. Я занят. Ни с кем не будем разговаривать. Все, нам пора. Катаемся по метро. Ты уснул, что ли? Да подожди ты. Ну все, мы точно сейчас к доктору не успеем. Нет, все нормально, успели к доктору, но мне не очень нравится данное заведение. Здесь как-то темно, надо самому включать свет и не знаю. Какой-то ремонт жуткий. Жуткий совершенно. Водички. Можно попить. Нет стаканчика только. А почему холодной воды нет? А, есть. Ладно. И здесь свет. Вот так вот. Никто не работает. Так, давайте пороемся, что тут есть про нас. Пора сканировать. Дэвид Мунши. Пол, ты где? У нас есть несколько часов. Саймон Джаред у меня. Да, это мы точно. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты же здесь? Срочно позвони мне. Приготовить. Приготовь все. Приготовь все. А кому он это отправил-то? А, опять Пол. Привет, Пол. Я поговорил с Рассе. Не знаю, как читается. Рассея какой-то. Чтобы воспользоваться лабораторией на этой неделе. Мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро и в пятницу. Не так много, конечно. Но еще нам разрешили использовать под офис пустую стойку администратора. Так мы сможем запускать модели на их компьютерах. И если вдруг у них в расписании появится окно, сможем тут же получить доступ к сканеру. Я подумала, что можно прогнать завтраку и какие-то тесты. Например, отсканировать друг друга, чтобы опробовать оборудование. По идее, это не так сложно. А в пятницу, я надеюсь, доктор Эрин Пик уже пришлет кого-нибудь. У нее есть пациент, недавно попавший в аварию. Это интересно. Дэвид, так это... Подожди, это же... Когда? Да, 25 апреля? Ну да, это... Значит, это все одна и та же контора. Что доктор, что... Вот этот Дэви Мунши. Все заперто. В лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал нам о том, что код доступа изменился. Я позвонил в охрану и даже поговорил с профессором в ЗЕМ, чтобы он вступился до нашего проекта. Меня наконец соединили с какой-то шишкой из юридического отдела расы, которая смогла заново дать нам доступ в лабораторию. Мне запрещено указывать код в почте и смс, так что я оставлю где-нибудь записку с ним на тот случай, если мы его забудем. Надо выключать компьютер-пол. Вдруг какой-нибудь недоброжелательный человек захочет у тебя украть мышку и выкинуть ее в мусорку. Да подожди ты, выкини в мусорку. Что ж такое-то. Вот. И все. И ты будешь страдать. Почему-то у него и такой компьютер, и ноутбук, и... Вообще непонятно. И не работает ничего. Давайте ему набагарагозим тут. А нельзя компьютер убрать? Нет. Жалко. Просто это я к чему? Никогда не оставляйте свое рабочее место в открытом доступе для человека, который болен и пришел на сканирование. Так, это какие-то каракули, но я так понимаю, тут есть... Не знаю, что тут. Смотрите, 25.01. 25.01. И все. Полистать никак нельзя. Наверное, это какой-то код. Почему наш герой ничего не берет? Придется все запоминать. Я пока не очень понимаю. О, флешка. Давай посмотрим, что там. Нельзя. Ну. Ладно. Уберите скальпель. Пробу и ошибки. Уберите скальпель. Мозг может вылечиться сам. Мозг обладает потрясающей способностью к трансформации и пластичностью, позволяющей ему компенсировать последствия травмы и даже залечивать их, объясняет Пол Берг, аспирант, нейробиолог Йоркского университета в Торонто. Именно это качество мозга и надеется использовать Берг и его коллега Дэвид Мудш, изучающий кибернетику. Главное заставить мозг делать то, что нужно. Мы надеемся добиться этого простыми методами, тренировками, терапией, курсом приема слабых лекарств. Но Мудш и Берг не пытаются найти панацею. Их главная цель – найти оптимальный подход к каждому пациенту. В лечении они начинают с обследования больного и составления так называемой нейропрограммы Накадзимы. Это как картина, на которой указано направление, объясняет Мудши. В отличие от статической томограммы, нейрограмма может показать направление развития мозга. Ну, я так понимаю, это наш врач. Где-то тут. Или нет? Да, Берг и Мудши. Видимо, он справа, справа на фотографии. Ну, хорошо. Хорошо, теперь мы все знаем про нашего врача. Можем ему даже немножко доверять. Че себе пропало-то? Так, а здесь что? Ничего нету. Все. Так, заметим следы, чтобы никто не понял. И чего дальше-то? Ну, идем к доктору. Я же не ошибся к кабинету. Дэвид Мунши. Дэвид, я пришел. Позвоню-ка я Мунши. Телефон выключен. Пошли домой. Пошли домой. Я тебе отвечаю. Хотя, вроде, про него не писали. Плохо, но... Не знаю. Вот здесь какой-то код надо вести. Ну-ка, давайте на 2501. О, сработало. Я не понимаю, доктор. Слушайте, мне кажется, это не лучшая идея. То есть, нас может быть... И чего? Ага. Может быть, доктор нас и не очень-то ждет? Джеймс. Джеймс. Нельзя... То есть, если закрыто, то... Зачем ломиться, как бы, закрытое помещение и... И... Что здесь? Стив. Весь день. Здесь нет никакого Дэвида Мунши. Чего у вас никто не работает? Все сбежали, сотрудники. Это подозрительно. Начинается темень. А вот, можно свет включить. Но ничего не изменилось из-за того, что мы включили свет. Но можно посмотреть на строение нервной системы человека. 10 часов. Мы, по-моему, опаздываем уже на 10 минут. Или во сколько он ему назначил? Прикольно. Прикольно. Только ничего не работает. Хе-хе. Так, а здесь что? Здесь анализы. Видимо... Фиг значи. Ну, ладно. В общем... Чьи-то анализы обрабатываются. Все на полу. Самодельная какая-то хрень. Не знаю. Не нравится мне эта народная медицина. Чего, нельзя у него стащить что-нибудь. Пока не понимаю, не понимаю, как можно тащить предмет. Может, мы потом сможем или нам это даже не нужно. Так, открыли дверь. О! Доктор, простите, обломился без предупреждения. Доктор Мунши, вас тут хрен найдешь. Я, мистер Мунши, наверное, работаю над... Он по мне пишет диссертацию, поняли? Мы хотим создать невинвазивный метод реконструкции мозга, чтобы помочь таким, как вы. Вы выпили маркер? Начнем как вы будете готовы. Я не готов совершенно. Я ухожу. И у тебя мышку стащим. Спрячем, чтобы ты не смог ничего там наделать плохого. А что вы хотите сделать? Я просканирую ваш мозг. Потом мы создадим его компьютерной модели и будем атаковать ее различными раздражителями. Программа может нам разрабатывать новый алгоритм лечения для тех пор, пока мы не достигнем оптимального. В общем, мы создадим идеальную терапию конкретно для вашего случая. То есть, это не просто исследование. Я надеюсь, иначе мы потрачим кучу времени впусту. В общем, вы слышали про аварию, что мне жить осталось несколько месяцев. О, это про нас. Вам, наверное, тяжело жить с этим. А все дело в том, что ваш мозг ослаб настолько, что кровотечение может начаться в любой момент. Если оно будет достаточно серьезным, то мне конец. Конечно. Вряд ли мы сможем восстановить ваш мозг полностью, но наверняка сумеем превратить эти месяцы в годы, а то и десятилетия. Если вы будете вести себя осмотрительно, то, возможно, еще нас переживете. Ну, не знаю, доктор. Очень надеюсь, что все получится. И я. Это может стать огромным прорывом в лечении травм мозга. Ну, что, начнем? Ой, доктор, не нравишься ты мне. Ну, ладно, у меня же все равно нет выхода. Все, поболтать с ним больше нельзя. А что ты там делаешь-то? Как бы, занимаешься мной, я же пациент. Мне надо сесть, да, сюда? Мне это не нравится уже. Ладно, доктор, давай, лечим тебя. Не доверяй тебе полностью. Ай, мы мышку у него сперли, у него ничего не получится. Что случилось? Блин, это все из-за мышки, точно, совершенно. Все? Давайте сразу разберемся с формальностью. Вы Саймон Жаррет, правильно? Видимо. Торонто, Канада, Дэвид Мунш. Родились в 88-м году, 16-го июля. Плоская нейрограмма, версия 6. Отлично, все в порядке. Это просто сканирование, все равно, что снять фотографию. Недейцы думали, что фотографии воруют их дух. Будем надеяться, что они ошибались. Скажите, сыр. Сыр! Вспышка! И все, и темно. Доктор, что случилось? Я ничего не вижу. Все, вроде, вроде прошло. Что случилось? Доктор! Что это за хрень? Мистер Мунши? Что-то пошло не так? Доктор, ты обманул меня. Ты обещал, что это только сканирование, а оптимальная терапия, что за хрень? Это не смешно. Это действительно не смешно, потому что... Я не хочу участвовать в его авантюрах и... Но, суть по всему, можно встать. Я это чинирю, это что мы встать не можем. Что случилось-то? Есть тут кто? Ай, а смотрите, кресло поменялось. Ой. Ничего не видно? От слова совсем. Ну вот здесь что-нибудь, давай включим. Ой. Ну вот, наконец-то, хочешь что-то изменить. Где вообще, как я сюда попал? Ай, докторёшка обманул меня. Твоё лечение какое-то... Не то. Не то. Не такое. Ты такое. Тулбокс какой-то. Какие-то инструменты. Чтобы получить доступ, ставьте его мне инструмент. Я не знаю, что это такое. У меня нет такого. У меня вообще герой лох, он не чё с собой. Ну, наверное, нужно вот что-то такое. Как... И... Установщик чипов в умне инструмент. Понятно. Создавайте и оптимизируйте своё умне инструмент с помощью. Так, ладно. Надо будет что-то найти. Понятно. А что творится? Открой дверь. Что это за дедспейс у нас? Как-то очень резко переход, нет? Давай и оденем костюм, что мы всякие случаи. Мужик. Понажимаем чего-нибудь. Так. Я так понимаю, нам надо выбраться отсюда. Каким-то образом. Автоматизируем. Откройте терминал служебной консоли. Как я её открою-то? Ничего не понятно. Разбитое стекло такое. Эм... Что делать-то? Я не знаю, что случилось, но, по-моему, это как бы подсказка, что надо разбить стекло. Здесь что-то появилось. То есть я, наверное, очень долго это делаю. Не знаю. Вот возьми огнетушитель. Не, давай из ничего не другое. Я посмотрю вообще, что здесь есть. Какие-то коробочки. Ну, это лёгко. А вот это что такое? Не, мы даже не попали. А вот это потяжелее. Во. Воу. Ну, может, останемся лучше здесь? Там как-то... Недружелюбно. Мы сейчас порежемся. Не входить. Ну, в общем, собственно, началась игра. Началась игра. Мы куда-то попали. И... Во время сканирования. Понимаете? Всё закрыто, всё темно. Ничего не понятно. Можно открыть дверь. Это толчок. Всё разбито, что-то. Ой. Туалет, это всегда страшное место. Здесь всегда что-то будет плохое происходить. Но нет, уже второй игру в толчках ничего не происходит. Так, это дверь открывать. Кухня. Возьмём на всякий случай коробку. Не знаю, с сэндвичем, видимо. Чтобы кому-нибудь запыльнуть в глаз, если что. Что это такое? Эти чёткие-то масло, или что это? Ты живу. Это вообще что? Чаёк. Ну что, давай чаепитие устроим. Что мы теряемся? Где у вас кружки тут? Чё это такое? Нет, это мне не нужно. Крошку дайте мне. У меня тут Брукбонд. С собой. А, вон. Двоих. Как раз здесь уже всё для меня готово. Видите, что доктор позаботился обо всём. Ничего не получается. Ой, какой ты скучный мужик. Ничего с тобой нельзя. Вот даже кофе-машину тебе специально вам поставили. Ну, поставь уже туда чашку-то. Блин. Ничего, мне не получается в это играть. Помойка. Может, там есть что-то нужное. А кто чашку-то выбросил в помойку? Совсем опу... А, это... Это шпроты. Так, а и чего мне здесь нужно? Ничего нету на этой кухне. Вот, ну-ка, в шкафчике, может, что-нибудь... Я не понимаю. Там решётка. Там решётка. А, подожди. Мы сможем открывать... А, мы сможем открывать вот так двери. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Будем иметь в виду. Какая-то жуткая музыка играет. Ой. Всё очень громко. В общем-то, игра очень громко рёт. И это как-то неправильно. Надо меня немножко настроить звук. Так, после настройки вот сейчас вроде... Вроде получше стало. У меня герой куда-то присел. В общем, вот такое у нас эпичное начало появилось. Я уже посмотрела. Мы засняли уже полчаса. Мне казалось, мы минут за пять это прошли. Я ничего не понимаю, чего делать, чего нажимать. Я думаю, что ещё минут десять мы снимем. Ой. Нас уже начинает пугать. Я боюсь! Уходим отсюда! Что за хрень? Ой. Какие-то машины, какие-то роботы. Всё очень интересно, мило, забавно. В общем, если вы хотите, чтобы мы сделали стрим с этой игрой, не знаю, я отойду оттуда, то пишите обязательно об этом в комментариях, потому что мне кажется... Ну как, смотрите, вот такая какая-то жуткая атмосфера. Сейчас меня там, наверное, расъедят. И... Прошло. Сможем ли мы стрим проходить именно с этой атмосферы? Я не знаю. Ой. Я на кого-то нажал. Эй, ты, можешь говорить? Говорить, как остальные. Что с тобой такое? Мне почему-то это всё напоминает Дэйву Вудэн, где там были в этом системе. Да, мы тоже будем проходить эту игру в вторую часть, абсолютно. Вот её можно пройти, будет на стриме, наверное. Хотя, если она такая жадая, как первая, он не что-то говорит. Сейчас я тебя отключу, хорошо, ты просто меня пугаешь, да ужас. Так что я тебя отключу. Не, надо меня отключать, дурень. Что ты сделал? Вот уже начинаются монстры. Слушайте, такое ощущение, что мы в каком-то параллельном мире, и здесь роботы живые, да? Или они такие живые, как я? То есть, я хожу, на них нажимаю, и они меня видят, и они меня не видят. Это, а чё ты повторяешься? Хрень какая-то. А чё-то там доктор намутил, ой, намутил. Что с тобой такое? Да со мной, я не знаю, я пришёл лечиться, мне обещали лёгкую терапию и лекарства. Хочешь структурного гелия? Нет, не хочу. Сейчас я тебя отключу. Да не надо меня отключать! Ты меня пугаешь, того, что так что я тебя отключу. Это ты меня пугаешь! Ты болтаешь какую-то ересь! Ой, там кто-то выбежал. В общем, какой-то параллельный мир мы попали. Что-то там доктор намутил, может быть он злой, может он злодей. Я не в курсе, свет здесь уже не включается. Идём потихонечку. Или надо идти быстро. Нажмите куе, чтобы наклониться влево или вправо. А зачем? Типа я боюсь, чтобы не выглядывать. Там какой-то проход открылся. Или меня сейчас снесёт какое-нибудь чудовище. Я ничего не поняла. В общем, этого прохода не было. Был какой-то жуткий звук. И, видимо, кто-то пронёс. И не знаю. Я не знаю пока, как играть в эту игру. Здесь надо бежать. Или надо осторожно расс... Ой, открывается? Ничего не открывается. Или осторожно рассматривать... Там замок какой-то, да? Я просто не вижу ничего. Или надо осторожно рассматривать все, как бы, по типу такого, бродюки. Пока мне это не очень понятно. Здесь что? А, здесь тоже замок. Всё ясно. Здесь тоже можно открыть эту решётку. В общем, судя по всему, мы долго здесь ещё будем бродить. Но на этой ноте мы завершим эту серию. И уже увидим, что же будет твориться на этом жутком корабле в следующий раз. Ну, а я жду ваши комментарии. И мы с вами решаем, в каком формате мы будем выпускать эту игру. Летсплей или стрим. С вами была Ингрия Профессор. Подписывайся на канал, ставь лайк. И увидимся в следующей серии. Всем пока!